Добрый день, дорогие ребята! Сегодня на уроке литературы мы с вами продолжим разговор о рассказе Тургенева «Бежен лук». Тема – мифологические персонажи и народные суеверия, язык произведения. Сегодня на уроке вы узнаете о жанрах фольклорной, несказочной прозы, о языке художественного произведения, познакомитесь с новыми терминами из теории литературы. Вы научитесь находить изобразительно-выразительные средства в рассказе Тургенева и определять тему и идею произведения. Давайте с вами вспомним, как все начиналось. Итак, охотник заблудился и пристал на ночлег к мальчишкам. Их было пятеро – Павлуша, Илюша, Федя, Костя и Ваня. Мальчишки у костра рассказывают небылички. Что это за жанры? С ними-то мы как раз с вами сегодня и познакомимся. В произведении писателя даются устные рассказы о мнимых столкновениях с представителями темной, нечистой силы. Всего мальчишки рассказывают 13 историй. О чем же они? Они – о представителях низшей мифологии – русалки, кикиморы, лешие, водяной, домовой. Многие из них нам уже знакомы по прежде изученным произведениям. Как они выглядят на самом деле, никто не знает, потому что никогда в жизни воочию их не видел. Однако народная фантазия рисует разные образы. Возможно, они выглядеть могли бы вот так. С какими же жанрами? Фольклорной, несказочной прозы мы с вами встречаемся в рассказе Тургенева. Поверье – это идущее из старины и живущее в народе убеждения примета. Россказни – измышления, выдумки. Предание – переходящий из уст в уста, из поколения в поколение рассказ о былом. Легенда. Быличка – рассказ о фантастическом событии, участником которого считает себя автор. Я уже говорила вам, что в этом рассказе тринадцать историй, и семь из них рассказывает Илюша. Какие же былички он нам поведал? У него много историй, одна интереснее другой, одна страшнее другой. Даже Ваня, услышав некоторые из них, испуганно прячется под своей рогожей. Давайте прочитаем одну из них. Итак, мальчик нам рассказывает о том, как в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила. Первонаперво она сидела долго-долго, никого не видала и не слыхала. Только всё как будто собачка эдак залает, залает где-то. Вдруг смотрит, идет по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась, Ивашка Федосеев идет. Идет и головушки не подымает. А узнала его Ульяна. Ну а потом смотрит, баба идет. Она вглядывается, вглядывается. Ах ты, Господи, сама идет по дороге, сама Ульяна. Вот так эмоционально мальчик рассказывает нам об этой истории. Действительно, истории интересные, захватывающие и страшные. Ну а теперь давайте посмотрим на то, каким образом Тургенев связывает своих героев с природой. Картина была чудесная. Около огней дрожала и как будто замирала, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение. Темное, чистое небо торжественно и высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Надо сказать, что это и есть основное средство изображения картин жизни. Язык художественного произведения. При помощи языка художественного произведения мы можем давать характеристику художественных характеров, образов, которые используют в своем творчестве писатель. Совокупность изобразительно-выразительных средств и приемов – это и есть язык художественного произведения. Бежен лук поражает своей простотой и задушевностью, богатством содержания. В описании пейзажа Тургенев – проницательный и прозорливый художник, умеющий подмечать и описывать в совершенстве все движения, звуки и запахи природы. Жорж Санд сказала, какая мастерская живопись, и мы в этом не раз убеждаемся. Давайте зачитаем с вами небольшой отрывок. Солнце не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло багровое, как перед бурей, но светлое и приветливо лучезарное, мирно всплывает под узкой и длинной тучкой. Но вот опять хлынули играющие лучи, и весело, и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Вот таким прекрасным языком описана природа в произведении Тургенева. Говоря о языке художественного произведения, невозможно не вспомнить одну историю. Она подчеркивает выразительность литературного языка. Когда-то давным-давно Григорович, тогда еще только начинающий писатель, который постигал тайны литературного мастерства, работал над своим произведением «Петербургские шарманщики». Рукопись очерка прочел Достоевский. Он указал автору на сухость выражения «Пятак упал к ногам». Там речь идет о том, как нищему подали «Петачок». «Надо было сказать», – заметил Достоевский, – «Петак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая». Замечание это, писал Григорович, было для меня целым откровением. Да, действительно, звеня и подпрыгивая выходит гораздо живописнее, дорисовывает движение. Этих двух слов было для меня довольно, чтобы понять разницу между сухим выражением и живым художественно-литературным приемом. Действительно, каждое слово в произведении Тургенева «Бежен лук» живо и выразительно. Оно заставляет нас сопереживать, оно заставляет нас задумываться. Посмотрим, каким образом Тургенев описывает пейзаж. А, во-первых, вспомним, что такое пейзаж. Пейзаж – это изображение в литературном произведении картин природы, как средство образного выражения замысла автора. В рассказе Тургенева «Бежен лук» пейзаж играет определенную, очень значимую роль. Во-первых, он служит фоном жизни героев, крестьянских детей. Во-вторых, воздействует на воображение и сознание мальчиков своей таинственностью, предрасполагая их к рассказам о страшном, вызывая те или иные настроения автора. И, в-третьих, пейзаж определяет построение произведения, образуя его зачин и концовку. В описании пейзажа тоже есть определенные тонкости. Как использует изобразительно-выразительные средства Тургенев при описании природы. Утро и день, небо ясное, кроткий румянец, солнце светлое и приветно-лучезарное. А вот при описании наступления ночи он использует другие слова, которые живо дают нам представление образное. Холодные тени, неприятная неподвижная сырость, высокая трава. Ходить по ней было как-то жутко. И мы пришли с вами вплотную к вопросу об изобразительно-выразительных средствах. Мы уже знаем, что сюда относятся эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения и так далее. Эпитет – определение, прибавляемое к названию предмета для большей изобразительности. Какие эпитеты мы встречаем в рассказе Тургенева? Можно сказать, что на любой странице обилие эпитетов. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Свежая струя пробежала по моему лицу. Меня тотчас охватила неприятная неподвижная сырость. Сравнение. Это образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов, явлений, обладающих общим признаком, за счет которого усиливается значение первого предмета. Солнце тускло-багровое, как перед бурей. Божьи звездочки, что пчелки. Сапля кричит, словно леший. Олицетворение. Это литературный прием, приписывающий свойства одушевленных предметов, неодушевленных. Еще нигде не румянилась заря, и жидкий ранний ветерок пошел бродить и порхать над землею. Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Над ней ее торчало несколько больших белых камней. Казалось, они сползлись туда для тайного совещания. Вот такие изобразительно-выразительные средства использовал Тургенев в своем произведении для того, чтобы подчеркнуть красоту природы, для того, чтобы подчеркнуть живость характера мальчиков. Какое же значение имела природа у Тургенева? Лучшие герои Тургенева не просто изображаются на фоне природы, они и есть часть природы, неразрывно связаны с ней. Природа загадочна, таинственна, она умеет быть доброй и мстить. Счастье в единении с ней, в ощущении себя частицей бесконечного целого природы. Это слова профессора-литературоведа Галины Курлянской. И мы с вами подошли к самому важному при анализе художественного произведения – тема и идея. Крестьянские дети очень близки с природой. Они буквально живут в единении с ней. Это тема произведения. С самого раннего детства дети знают, что такое труд, умеют самостоятельно познавать окружающий мир. Этому способствует работа дома, в поле и во время выездов в ночное. Поэтому с такой любовью и трепетным вниманием описывает их Тургенев. Итак, тема произведения – крестьянские дети и природа, их единение и близость. Идея произведения – писательский посыл об ответственности за свою жизнь и отсутствии уныния. Невзирая на тяготы крестьянской жизни, дети находили свои радости. Выгонять лошадей на ночь в поле – для них целое приключение. Разговаривать о нечистой силе, эмоционально выражать свое настроение – это значит забыть об усталости. А быть на природе – это награда за труд. Итак, пришло время подводить итог нашего урока. Сегодня мы узнали о новых жанрах фольклорной несказочной прозы. Мы с вами поговорили о языке художественного произведения и познакомились с новыми терминами из теории литературы. Научились находить изобразительно-выразительные средства в произведении Тургенева, а самое главное – определили тему и идею произведения. Я надеюсь, что вы с удовольствием прочитаете другие рассказы из цикла «Записки охотника». Желаю вам успехов! До новых встреч!